Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бракату, дорогие зрители. Так как очень часто к нам приходят вопросы, связанные с порядком совершения умры, мы решили снять для вас фильм, который подробно объясняет все этапы, связанные с прохождением умры. Я вам сейчас покажу, как правильно одеть храм, чтобы он не спадал и был удобен. Есть очень хорошая дуа, которая действительно заставляет человека задуматься и осознать, насколько большое благо он получил в данный момент. Прежде чем начать совершать таваф, вы должны сделать намерение, что у вас этот таваф. Как раз поднимаясь по этому подъему, мы читаем аят. И наш фильм начинается с места, откуда люди входят в храм, с Миката. Если у вас нет и храма, то и храм можно купить в самой мечети Миката, в Зульхулейфа. И это происходит вот в таких магазинчиках. Те люди, которые продают вам храмы прямо у входа, они обычно повышают цену, потому что человек только заходит в это место и думает, что все цены одинаковые. Однако я предлагаю все-таки пройтись по рядам, посмотреть, какие есть варианты, и уже здесь на месте потом решать, какие варианты храма вы можете себе купить. Пройдемте. Саламу алейкум варахматуллах. Он говорит, что есть разные храмы, есть плотные, есть легче, есть поменьше, есть побольше. Из того, что он нам предлагает, это средние цены. Вот этот храм стоит приблизительно 10 долларов, чуть меньше, плюс-минус. И цена зависит от того, насколько этот храм будет плотным, или просвечивающим, или мягким, или, например, наоборот, жестким. И также есть храмы, которые полностью, например, сделаны из хлопка, или, например, синтетические, или полистера. Поэтому от этого всего будет зависеть цена. Что мы предлагаем, что мы рекомендуем нашим паломникам? Во-первых, брать мужчинам и храм, которые сможет полностью их закрыть, то есть он должен быть большим. Во-вторых, он не должен быть просвечивающим. И в-третьих, если это жаркий период, то он должен быть немного полегче, не таким плотным. Если же это все-таки зима, и в Мекке прохладно, ну прохладно там сколько бывает? То есть плюс 20-25, это вот считается прохладно. То есть в этом случае тогда мы предлагаем уже взять более плотный ихрам. Сейчас мы находимся летом, у нас ихрам такой средней плотности, но тот, который приятно будет одевать. Также нам продавец говорит, что есть большое количество и выбор ремней, и того, что можно закрепить, то, с чем можно закрепить ихрам, все это зависит от того, какие потребности у человека. Можно завязать ихрам таким образом, то что он не будет спадать, однако во время передвижения и когда человек совершает умру, он может как бы расслабиться и начинать уже спадать, и при этом уже начинает отвлекать человека. Поэтому вот такие вот ремни тоже можно здесь приобрести. Следующий момент, который есть у местных продавцов, это тапочки. Тапочки здесь тоже пластиковые, но они все в основном на один раз. То есть один раз одеть, совершить умру и попрощаться с ними, потому что с ними уже невозможно будет ходить долго, потому что они все дешевые и только для совершения умру, то есть предназначены только для этих целей. Если человек хочет помыться, принять душ именно здесь, уже в Микате, то есть и шампунь, и гигиенические средства, и лезвие, если необходимо побриться или что-нибудь там привести в порядок. В этом случае это все можно будет также купить здесь, также ножницы для того, чтобы постричь свои ногти. Видите, даже здесь можно немного соторговаться. Пять риалов – это приятно. А теперь мы пойдем уже брать омовение. Для того, чтобы одеть ихрам, если вы не принимали душ в отеле и оставили это дело до самого Миката, то нужно будет пойти вот в такие вот душевые, где находятся и душевые, и туалеты, и места, где можно взять омовение. Поэтому мы сейчас туда пройдем, и я вам покажу, как правильно завязать ихрам. Как только вы заходите в это здание, самое первое, что вы увидите, это места для омовения. Дальше проходите, там уже будут туалеты, а после них в середине будут находиться места для принятия душа и раздевалки. Ихрам говорится к двум вещам. Первое – это сама одежда, которую мы одеваем. Мужчины вот одевают два таких куска материи белых и обволачиваются одеждой ихрам. А второе – это состояние ихрама. И многие люди ошибаются, думая, что если человек одел вот эту одежду, то он уже в ихраме. Нет. Для того, чтобы зайти в состояние ихрама, недостаточно того, чтобы одеть только одежду ихрам. Если одежда одета, но человек еще не произнес необходимые слова, то он все равно находится в состоянии не ихрама. Поэтому нужно вот эти вот две вещи и два понятия разделять. Теперь мы ответим на вопрос, который задается нам очень часто, как правильно одеть ихрам для мужчин. Смотрите, вот это вот белые материи. Без разницы, они обе идентичны, одинаковые – и низ, и верх. И поэтому нет никакой разницы, какую из них вы, например, оденете на нижнюю часть тела, а какую остается для верхней части тела. Я вам сейчас покажу, как правильно одеть ихрам, так, чтобы он не спадал и был удобен, и шагать было как бы хорошо. Сперва берем два конца, заворачиваемся, то есть заходим вовнутрь ихрама, натягиваем его таким образом, чтобы два конца были по длине вытянутой руки. Ноги расставляем на ширине плеч, так, чтобы было удобно ходить. Здесь, где ихрам как бы протягивается в ту сторону, затягиваем очень крепко рукой и натягиваем ихрам в эту сторону. Вы видите, то, что есть определенная неровность, поэтому нужно их сравнять. Вот этот ихрам нужно будет сравнять с низом, так, чтобы они были вместе одинаково. Видите, сейчас это все было сделано так, чтобы было ровно. Втягиваем живот, чтобы она натянулась как бы получше и начинаем его заворачивать вниз. Вот этот ихрам. Заворачиваем вниз, сзади, по бокам. И таким образом это очень крепкий как бы замок, от которого он не соскочит. И когда мы шагаем, ничто не оголяется, вот эта зона, она загнутая, то есть не откроется. И из-за того, что материя еще друг к другу немного прилипает, она как бы остается всегда закрытой. Многие делают ошибку, когда заворачивают слишком много ихрама и поднимают ее почти что до уровня колен или даже выше. Ну, выше редко бывает, но до уровня колен это слишком высоко, потому что, когда вы будете совершать намаз, у вас вот эта часть будет подниматься и аурат может оголиться. Также из ошибок то, что человек может выбрать прозрачный храм, самый дешевый, там за 15-20 реалов, который будет просвечиваться. Проверить это можно таким образом, то есть вы вставите свою руку и если вы видите цвет или очертание контуры своего тела, то в этом случае не стоит покупать этот ихрам. Поэтому нужно обязательно к этому вопросу подойти очень серьезно и очень ответственно, потому что вы в этой одежде будете совершать поклонение. И как вы видите, ихрам держится очень даже хорошо, то есть его не очень-то легко стянуть, при желании это можно сделать, но это потребует от нас дополнительных усилий. Однако для тех людей, которые сомневаются и хотят, чтобы себя чувствовали более уверенно, они могут приобрести вот эти вот ремни, которые мы показали и закрепить свой храм этими ремнями. В этих ремнях бывают также отсеки, кармашки, куда можно будет положить телефоны, ключи, документы и деньги. А если у вас нету такого, скажем так, ремня, то вот здесь тоже есть карман, куда можно положить сверток денег, если вам необходима мелочь какую-то, чтобы заплатить за такси или еще что-нибудь. То есть вот этот вот кусочек, он используется тоже как карман. Что касается телефона, я лично сам использую его таким образом. То есть, самого кармана нет, однако обратной стороной экрана, чтобы не было прикосновений к телу и там сенсоры не срабатывали, я его просто вот так вставляю и все. И он никуда не уходит. Таким образом, нижняя часть храма, она считается одетой. То, что касается верхней части храма, конечно же, там дела обстоят намного проще, потому что, как мы видим, это такая же материя и мы ею просто укутываемся. Можно сделать несколько вариантов. Один из вариантов, это то, что мы один из краев оставляем более коротким, а этот край делаем таким образом, так, чтобы оно опрокинулось за плечо. И, можно сказать, у нас храм одет. Руки при этом можно поднимать, когда мы читаем намаз, и при этом части тела, они остаются закрытыми. Один еще из других вариантов, как можно это сделать, можно сделать таким образом. Например, мы берем по одинаковой длине, оставляем и слева, и справа. Эту часть немного закутываем, просовываем сюда, то есть на правую сторону просовываем на левый бок, а эту часть просовываем на правую сторону. левую часть на правую бок. Таким образом, тоже остаются закрытыми все части тела, и при этом храм никуда не сползает. Но это тоже, скажем так, один из вариантов, которым человек может воспользоваться. Некоторые люди используют булавки, некоторые люди используют заклепки. Заклепки однозначно мы не рекомендуем, потому что это уже превращается в такую аналогию одежды. Что касается булавок, то если вы используете булавки, например, закрепляя вот эту длинную часть сзади, то обязательно нужно проследить так, чтобы они не отстегнулись и не прокололи вас, или не упали на пол, как бы затерялись, и вы уже можете стать причиной того, что кто-то может ими уколоться. После того, как вы совершите умру, или хадж, и храм, как бы он испачкается, будет потным, и будет необходимо его постирать, и если вы планируете его использовать в следующий раз для того, чтобы это было вашей одеждой и храма, то обязательно нужно делать стирку без каких-либо дополнительных запахов, потому что если от и храма исходит запах, то в этом случае этот и храм не пригоден для использования одежды для и храма. Есть, например, всякие ополаскиватели, которые дают сильный запах, цветов или еще чего-нибудь, благовоний. Если мы принюхаемся к и храму, и этот запах будет очень сильно выделен, то в этом случае его использовать нельзя. Обязательно стирайте обычным порошком без каких-либо ополаскивателей, и такими порошками, у которых запах выветрится в течение очень короткого времени, для того, чтобы дальше можно было его использовать как и храм. А если же вы использовали ополаскиватель, и храм, скажем так, очень сильно пахнет этим ополаскивателем, то в этом случае его использовать уже как одежду нельзя, потому что во время храма, в состоянии храма, человек должен одевать одежду, на которую не попал тыб, не попало благовоние. Когда вы приезжаете для совершения умры, мы всегда рекомендуем подготовиться в отеле до выезда в сам Микат. Однако, если получилось так, что вы не смогли взять омовение и гусль в отеле и переодеться, то это придется сделать вот в таких условиях, которые не всем подходят, и не все к этому будут согласны и готовы. Однако, здесь что мы делаем, если вы не взяли, не подготовились к храму у себя в отеле? Наша религия Ислам, аль-хамдул-Лля, научила нас всему. И даже те вещи, которые человек обычно делает, и, возможно, об этом нигде не говорится, аль-хамдул-Лля, они прописаны у нас в религии. И поэтому человек, который приезжает также для того, чтобы войти в состояние храма, в Микаты, обязательно должен сходить, справить свою нужду и взять полное омовение. Полное омовение берется по сунне таким образом. То есть человек после того, как справил свою нужду, заходит в душевую зону, и, конечно же, мы всегда наставляем наших братьев и сестер то, что нужду нужно выполнять в том месте, где оно предназначено для этого, а в душе нужно обязательно только мыться и постараться избежать того, чтобы на джаса нечистоты попадали в душевые зоны. Что касается гусаля, то по сунне самое первое, что делается, это берется тахарат, омовение, которое мы делаем для намаза. То есть моем три раза руки, споласкиваем рот, нос, лицо три раза, правую руку до локтей три раза, левую руку до локтей три раза, потом берем массу на голову, протираем уши, моем сперва правую ногу до голени, потом левую ногу до голени. Таким образом мы взяли малое омовение. После этого заходим под душ, начинаем с головы, моем голову, потом правую часть, можно всю полностью правую часть помыть, можно какую-то отдельную часть тела помыть, например, половину туловища, три раза, потом три раза моем левую часть, потом три раза моем нижнюю часть правого туловища, правую сторону туловища, и также три раза моем левую часть туловища, нижнюю часть туловища. Таким образом мы взяли гусаль. После этого уже протираемся насухо для того, чтобы нас не продуло ни в мечети, ни в автобусе, и одеваем ихрам. Что касается мыла, шампуня и благовоний, то это все делается в таком порядке. То есть до того, как взять гусль, желательно помыться с мылом, независимо от того, где бы это вы делали. То есть всегда мыло и шампунь используются в начале. После этого берется гусль таким образом, как мы вам его объяснили. После того, как мы вытерлись насухо и вышли, возможно, уже одели ихрам, в этом случае мы берем благовоние и мажем тело. Но ни в коем случае не мажем и не брызгаем саму одежду ихрам. Обязательно, чтобы это все было только на теле. Можно бороду, шеи, то есть руки. Те места, куда обычно мы привыкли наносить благовоние. Однако, еще раз напоминаю, что благовоние не должно касаться одежды, ихрам, и не должно быть тоже забрызганной, чтобы от нее пахло. Это является противоречием сунни пророка Мухаммада. Вот мы уже переоделись в одежду ихрам, но это еще не состояние ихрама. А одежда, обычная, которая была у нас, мы положили вот в эти сумки, которые были проданы нам вместе с ихрамами. Теперь мы пойдем в мечеть, прочитаем два раката намаза и направимся в Мекку, иншаллах. Только что мы совершили намаз, и многие тоже задаются вопросом, какой именно намаз читать или совершать, когда человек хочет зайти в ихрам. Пророк Мухаммад, саллаху алисалям, не делал определенного намаза именно с ненятом, потому что намаз ихрама. Однако, совершил любой намаз. То есть можно и фарс прочитать, либо зайти прочитать Тахит-эль-Мазжид, то есть приветствие в мечети, либо прочитать два ракаата Тахарат намаза. Но также в намазах переусердствовать в этой мечети не стоит, потому что вас ждет группа. И пророк Мухаммад, саллаху алисалям, не тратил на это очень много времени. Он совершил намаз и отправился к месту, откуда он уже отправился в Мекку. И после того, как поднялся на своем верховом животном, он тогда произнес слова тальбии. То есть тальбию, тальбия слова, с которыми человек уже входит в состояние ихрама. То есть это одежда ихрама, мы не в состоянии еще ихрам. Однако в состояние ихрама мы входим уже, когда заберемся либо в свой автобус, либо в машину, и для того, чтобы отправиться уже в Мекку. И там скажем слова тальбии, о которых мы вам сейчас скажем. Человеку, вошедшему в состояние ихрама, запрещаются следующие действия. Мужчине запрещается надевать что-либо скроенное, покрывать чем-либо голову и лицо, а также использовать обувь, имеющую задник. Женщине запрещается закрывать лицо и надевать перчатки. Также запрещается пользоваться ароматическими вещами, но пользоваться ими непосредственно до того, как войти в состояние ихрама, является сунной для мужчин. Запрещается удалять волосы на любом участке тела. Также запрещается подстригать ногти. Вступать в брак и иметь интимную близость, также запрещено в состоянии ихрама. А также запрещается любое действие, которое подвергает человека к близости или к никаху. Запрещается спорить или ссориться с кем-либо. Также из запретных действий в состоянии ихрама является охота, быть проводником на охоте или убивать диких животных, кроме тех, которые могут быть опасны для людей. По сунне в ихрам входят именно когда находятся в своем транспортном средстве. Если с группой, это в основном будет автобус. Если же вы один, то на личном автомобиле. И мы говорим слова, после которого мы входим уже в состояние ихрама. И эти слова, лаббайкаллахума умратен, у Аллах водя перед тобой для совершения умры, или лаббайкаллахума хаджан, для тех, которые совершают хадж и отправляются в Мекку именно с этого меката. То есть у Аллах водя перед тобой для того, чтобы совершить хадж. И также сунной являются слова, которым нам обучил порок Мухаммад, салаллаху алейху салям. Это слова иштират, обуславливание, выхода из ихрама. Фаидея хабасани хабис, фамахалли хайсу хабасани. Если же какая-то преграда отделит меня от Мекки и не даст возможность достичь Мекки и совершить умру, то пускай выход из моего ихрама без штрафа будет именно в этом месте. В этом случае человек сможет просто побриться или постричься и выйти из состояния ихрама без жертвоприношения. Мы вошли в состояние ихрама и выдвинулись в сторону Мекки. И теперь сунной является всю эту дорогу стараться максимально больше произносить слова тальбии. Как она звучит? Слова тальбии звучат таким образом. Эти слова означают следующее. О, Аллах, вот я перед тобой. Я перед тобой и нету у тебя никакого сотоварища. Поистине вся хвала, все блага и вся власть принадлежит только тебе. И нету у тебя в этом также никакого сотоварища. Эти слова мужчины должны произносить громко и не обязательно это делать с хором. Каждый человек сам должен осмысливать эти слова и говорить их громко. Однако женщины должны произносить эти слова про себя. И чем больше вы скажете этих слов до Мекки, тем лучше будет для вас. Эти слова мы произносим до того момента, пока не зайдем в мечеть Аль-Харам и не увидим Каабу. Аль-Хамду-Ллах, мы добрались до мечети Аль-Харам и сейчас будем заходить в мечеть для того, чтобы начать совершать таваф. Есть определенные входы, которые предназначены именно для тех, кто совершает умру и одевает храм. Эти входы вы сможете определить, потому что там стоят охранники и заходят только люди в белой одежде в храме. При входе в мечеть желательно иметь вот такую сумочку для того, чтобы положить туда свою обувь. Так ваши руки будут свободны и вам будет намного легче совершать и таваф, и сяай. А ваша обувь никогда не потеряется, потому что вы будете лежать ее с собой. Как только вы заходите в мечеть и уже видите Каабу, с этого момента вы перестаете говорить слова Тальбии. Слова Тальбии уже больше не произносятся на этой умре. Также, как только вы приходите и видите Каабу, есть очень хорошая дуа, которая действительно заставляет человека задуматься, и осознать, насколько большое благо он получил в данный момент. Мы говорим, Хвала Всевышнему Аллаху, который доставил нас до своего дома и посчитал нас достойными. В момент, когда вы приходите уже в мечеть, вы должны понимать, что вам нужно будет иметь тахарат для того, чтобы совершить обход вокруг Каабы, таваф, и для того, чтобы совершить намаз после тавафа, два ракаата за Макамом Ибрагимом. Поэтому все, что связано с омовением, все, что связано с тахаратом, необходимо завершить до того, как зайти в мечеть. Потому что после того, как вы сюда зайдете, будет сложно тахарат обновить, так как нужно будет выходить за пределы мечети и начинать все сначала. Как только вы попали на территорию Матафа, место, где совершается таваф, называется Матаф, вам необходимо определить, где же вы находитесь от черного камня, так как именно от него начинается первый круг тавафа. И оттуда мы начинаем именно совершение своей умры. Для того, чтобы определить, где находится черный камень, необходимо оглянуться вокруг. Посмотрев на Каабу, мы видим, что у Каабы есть четыре угла. Два из них обхвачены с Хидр-Исмаил, это дуга, которая напротив Каабы. А другие два угла – это Йеменский угол и угол черного камня. Йеменский угол выделен тем, что на этом углу вышит орнамент в виде столба. А черный камень выделяется тем, что именно над черным камнем находятся в углу вышитые шамаили в виде круга. Вон там зеленые лампочки, которые указывают на то, что именно оттуда начинается таваф. Мужчинам, прежде чем начать таваф, рекомендуется выполнить сунду пророка Мухаммада, салаллаху алейхи салям, и открыть правое плечо. Это делается таким образом. Вот таким образом необходимо открыть правое плечо перед началом тавафа. Также, если позволяет возможность, то первые три круга можно совершить небольшим легким бегом, вот таким образом. И совершать первые три тавафа небольшим, харволя называется, то есть быстрым шагом, как будто бы вы бежите. Но в этом, конечно же, усердствовать не стоит. Если очень большое столпотворение, если очень большая захма, то в этом случае оставление сунны является тоже сунной, так как ее будет сложно выполнить. Как только вы попадаете на матаф, место, где совершается таваф, это не означает, что вы уже совершаете таваф и находитесь в этом обряде. Вам необходимо дойти до черного камня, а пока вы идете, сконцентрироваться и собраться мыслями для того, чтобы больше и правильнее просить дуа во время совершения тавафа. Таваф уже начинается именно с того момента, когда вы проходите черный камень и даете ему салям, говоря, бисмилляхи Аллаху Акбар. Прежде чем начать совершать таваф, вы должны сделать намерение, что у вас этот таваф для умры. А те, которые совершают таваф обычный, то в этом случае делают намерение, что это просто обычный таваф. А те, кто совершает таваф во время хаджа, делают намерение, что это таваф хаджа. Точно так же, как во время намаза, любой намаз разделяется именно намерением о том, что это за таваф. Когда уже мы начинаем подходить к черному камню, к углу, где черный камень, мы готовимся, чтобы сказать «Бисмилляхи Аллаху Акбар». «Бисмилляхи Аллаху Акбар». И таким образом у нас начинается таваф. Круг считается незавершенным, если вы не дойдете до, то есть в следующем круге завершая, не дойдете до угла черного камня. Это обязательно нужно сделать, чтобы круг был засчитан и была умра полноценной, и тава был полноценной. Во время тавафа, если вы дошли до йеменского угла, то в этом случае необходимо произносить следующую дуа. «Раббана атина фиддунья хасана, вофил ахирати хасана, вакайна азабнар». И до тех пор, пока вы не дойдете черного камня. Когда мы завершаем седьмой круг, то мы проходим рядом с углом черного камня, не произнося «Бисмилляхи Аллаху Акбар», так как мы уже завершили таваф. И потихонечку идем чуть правее и выходим с тавафа. Но обязательно нужно пройти до конца. По завершению тавафы сунной является совершить два ракаата за Макамом Ибрагим. Многие по ошибке совершают намаз сразу же непосредственно за Макамом Ибрагимом. Однако, как вы видите, можно пройти немного чуть дальше, обойти толпу и уже совершить два ракаата спокойно. На первом ракаате намаза читается сура Аль-Фатиха и сура Аль-Кафирун. На втором же ракаате мы читаем суру Аль-Фатиха и суру Аль-Ихляс. После того, как вы совершили два ракаата намаза, сунной является выпить воду замзам. Как вы сюда подходите, здесь бывает очень много народу, поэтому мы вам покажем место, где меньше народу, и вы спокойно сможете и попить замзам, и совершить дуа. Как видите, здесь никого нет, и мы спокойно можем выпить замзам. А то, как правильно пить воду замзам, вы сможете посмотреть на нашем канале. Видео уже давно загружено там. Итак, до тех пор, пока вы не насытитесь водой замзам. Это является также суной. После того, как вы выпили воду замзам, мы говорим Начнем с того, с чего начал Аллах в Куране. Поистине, Сафа и Марва являются святынями Аллаха. Что это означает? Это означает, что раз Аллах начал в Куране упоминание именно Сафы, то мы точно так же начинаем наш бег между этими двумя холмами, между Сафа и Марва, с холма, с горы Сафа, оттуда направляемся в гору Марва. И этот аят читается всего лишь один раз, когда мы поднимаемся в гору Ас-Сафа. Как раз поднимаясь вот по этому подъему, мы читаем аят Поднявшись на гору Сафа, желательно обойти толпу и немного пройти вглубь, для того, чтобы также иметь возможность спокойно делать дуа и обращаться к Аллаху. Мы видим с левой стороны от нас Сафа, смотрим в сторону Кыблы. Как узнать, где находится Кыбла в мечети Аль-Харам? Вы должны будете обратить внимание на плитку, которая находится под вашими ногами. То есть она всегда указывает в сторону Кыблы. Если вы не знаете, куда Кыбла, то положение вот этой плитки, которая положена на пол, она всегда будет указывать в сторону Кыблы. Придя сюда, посмотрев в Кыблу, мы поднимаем руки и обращаемся к Аллаху и говорим Тагбир три раза. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Потом делаем дуа, которую у нас учил Пророк Мухаммад, и говорим, Итак, три раза. После того, как мы прочитаем три раза эту дуа, то мы обращаемся к Аллаху Субханаху Ата'Аля уже с другими дуа, которые мы хотим попросить у Аллаха Субханаху Ата'Аля. Все, что касается того, что нам необходимо в этом мире и в Ахирате. Чем дольше мы будем делать дуа, тем лучше. А историю того, каким образом делать дуа, мы вам расскажем во время нашего Сааи. Сааи – это обряд, который совершается между двумя холмами. Человек, совершающий умру, быстрым шагом проходит между Сафа и Марва семь раз. Этот обряд, основой ему лежит история, когда Хаджер, рада Аллаху Анга, осталась со своим сыном Исмаилем, алейхимуссалям, в Мекке, в первый раз, когда их привел Ибрагим, алейхисалям, и оставил тут. Хаджер, алейхисалям, когда увидел, что Ибрагим, алейхисалям, отвернувшись, уходит от них, а в то время Мекки как таковой самой и не было, они оставались между гор под палящим солнцем и с минимальным количеством провизии. И она обратилась к Ибрагиму, неужели ты оставляешь нас здесь? На что Ибрагим, алейхисалям, не отвечал и продолжал идти. До тех пор, пока Хаджер, алейхисалям, не сказала «А Аллаху Анмарак», то есть «Аллах, сфанты, для тебя приказал это сделать», тогда Ибрагим, алейхисалям, сказал «Да». И Хаджер, алейхисалям, сказала «Тогда Аллах, сфанты, нас здесь не оставит», то есть не бросит нас в тяжелом положении. Однако, зная то, что ее муж, пророк Ибрагим, получил веление от Всевышнего Аллаха на то, чтобы оставить их здесь, она не ждала, пока произойдет какое-то чудо, однако делала причины. И одним из этих причин было то, что она поднималась на высокую точку, которая была рядом с ней, и этим местом являлась гора Сафа, и смотрела вдаль в поисках либо проходящего каравана, либо места источника воды. Потом, когда она видела Марву, ей казалось, что именно там она сможет найти выход этой ситуации, и обращалась к Аллаху, и бежала в сторону Марвы, таким образом, как будто бы именно там сейчас Аллах ответит на ее призывы и молитвы. Поднималась туда и вызывала Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах помог ей выйти из этой ситуации, и также искала своим взором какие-нибудь проходящие караваны, или источники воды, или хоть какую-то помощь, которую мог бы ей оказать Всевышний Аллах. И таким образом потом она бежала обратно в сторону Сафа, и когда она бежала, точно так же думала, что именно сейчас она сможет что-то найти, что-то увидеть. И вот так каждый круг, хаджер, алейхиссалям, бежала и шла быстрым шагом в сторону гор, в надежде, что Аллах именно там ответит на ее молитвы. Также во время саая есть зеленый коридор, который обозначен над местом, где раньше находился овраг, куда хаджер, алейхиссалям, бегом спускалась и бегом поднималась для того, чтобы преодолеть этот овраг. Поэтому по сегодняшний день мужчины во время совершения этого обряда, они пробегают легким бегом вот это вот место. Но бежать они должны размеренно, легким бегом, не торопясь. Женщины же этот отрезок проходят как обычно, и им бежать нельзя. Те, кто не могут бежать, это не проблема. Бег является сунной. Если вы пройдете этот отрезок обычным шагом, то ся и вас будет правильным. Как мы знаем, Всевышний Аллах ответил на ее призыв, однако это было не таким образом, что она кого-то нашла или увидела в своих скитаниях, когда она ходила между двумя горами. Аллах отправил ангела Джабриила, который ударил своим крылом по земле, но тоже не по обычной земле, а именно туда, куда билась нога Исмаиля, который уже плакал в истерике и брыкал со своими ногами. И куда билась пятка Исмаиля, и оттуда полилась вода. Таким образом, Аллах спас Хаджир и Исмаиль, и пророк Ибрагим показал, что он был на 100% уверен в милости Аллаха, и то, что Аллах не оставит своих рабов в тяжелом положении и обязательно даст выход. И во время совершения саия каждому из нас следовало бы помнить эту историю, и точно так же, как женщина с младенцем, находившаяся в пустыне под палящим солнцем и без минимальной провизии, то есть этот человек в самом сложном и самом трудном положении, именно в таком положении мы должны себя ощущать и обращаться к Аллаху, находясь на этих холмах и знать и быть уверенными, то, что точно так же, как Аллах избавил Хаджир и Исмаиля от гибели, Аллах ответит на наши молитвы и также нас избавит от трудностей этого мира и будущего. Поднимаясь на гору Марва, мы не читаем тот аят, где говорится «Иннас сафау аль-Марвата миша айрилля». Мы уже объяснили, почему этот аят был прочитан, только для того, чтобы показать, с какой горы именно мы должны начинать. Эту сунну мы уже выполнили. Также, поднимаясь на гору Марва, желательно искать и найти себе более подходящее место для совершения дуа. Как только мы поднимаемся, обычно бывает очень много народу, поэтому желательно уйти чуть левее и найти себе уголок, в котором мы сможем с вами в тишине и спокойствии делать дуа и обращаться к Аллаху. На Марве мы делаем то же самое дуа, которое мы с вами делали во время нахождения на горе Сафа. Точно так же обращаемся в сторону Кыблы и ищем, где у нас Кыбла. Кыбла у нас по плитке, то есть, значит, в ту сторону. И также три раза говорим «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» И таким образом три раза. После этого точно так же упорно делаем дуа с намерением, чтобы Аллах См. это все принял, и потом уже направляемся в сторону Сафа. Один приход из горы Сафа в Марву считается одним кругом. Когда мы отходим из Марву в сторону Сафа, считается два круга. То есть, все нечетные круги у нас заканчиваются здесь, все четные заканчиваются на горе Сафа. И при последнем круге, седьмом подходе на гору Марву, дуа здесь не читается. Последняя дуа читается на горе Сафа. Для тех, кто не может самостоятельно совершить Сяай, здесь, в мечети Аль-Харам, предоставляются услуги колясочников, которые могут вас посадить на коляску и совершить с вами Сяай. После того, как мы завершили седьмой круг, мы доходим до этой горы Марвуа, тем самым наши все обряды заканчиваются. Намаз остается всего лишь постричься или побриться для мужчин и постричься на длину одной фаланги пальцев для женщин, для того, чтобы выйти из состояния эхрама. Все, что касается других дел, например, как читать здесь намаз или что-то, что-нибудь прямо здесь на Марве, прям постригаться или еще какие-нибудь там другие вещи, это все является не сунной, и поэтому этого необходимо остерегаться, для того, чтобы наша умра была полноценной. Так как пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям, нас научил, как правильно совершать умру, и мы вам постарались показать это в максимально правильном и максимально достоверном виде, иншаллах. После того, как вы совершили ся и вернулись в сторону часов, если вы здесь проживаете, то мы вам покажем одно из мест, где можно постричься. Между башней с часами и туалетом номер три находится проход в павильоны, где работают парикмахеры, и мы сможем туда с вами направиться, пройдя между этими зданиями. Если вас взял какую-нибудь зазывало, то необходимо сразу же с ним договориться о цене, а он вам покажет, в каком месте его парикмахерская. Вот он говорит, что все три вида стрижки будут стоить всего лишь 10 реалов. Это лучше для тех людей, которые хотят постричься на лысо, но не бритвой, потому что, например, могут быть сприщи или что-нибудь, чтобы не порезаться. Это для тех людей, которые хотят просто укоротить свои волосы, а не бриться на лысо. Это у нас мусс. Мусс, значит, это бритвой. Это для тех людей, которые хотят побриться полностью на лысо, и мы, на самом деле, рекомендуем всегда бриться на лысо, если есть такая возможность. У них у всех это все одноразовое, все бритвы одноразовые, и никто не пользуется вторичными вещами. Как только вас побрьют, они открывают при вас, как только бреют, сразу же выкидывают, и все будет четко. Именно такой порядок совершения умры. Просим Аллаха, чтобы он принял наш скромный труд, и надеемся, что это видео поможет многим мусульманам совершить правильную умру и избежать ошибок во время выполнения этих обрядов. В описании к этому видео вы сможете найти наши контакты, через которые вы сможете с нами связаться и оставить заявку на следующую умру или аль-хадж. Также в описании вы найдете ссылку, пройдя по которой вы сможете заполнить анкету и получить от нас очень приятный подарок. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пускай Аллах примет все наши благие дела. Субтитры создавал DimaTorzok